Девушки отдыхают Бульварному кольцу уходит на Трубную площадь, а второе крыло, будем говорить по нынешнему Садовому кольцу под руководством Владимира Храбова, уходит в Сады на грязи. Это Черногрязская, Садовая Черногрязская место сейчас называется. Он уходит в Сады на грязи и уходит туда на Трубную площадь. Уходит за сутки до битвы. Теперь представьте, у Мамая прекрасные пластуны. У Мамая разведка, имеющая за плечами ни одну битву, ни один, как говорится, успех именно разведки. Разведка Мамая могла бы совершенно спокойно, как нам говорят, он увел Бобрука в рощу, посадил и тупой Мамай ничего об этом не знал. Разведчики у Мамая все, упитые кумысом, этого не видели. Это уж точно совершенно. Особенно в этой степи, которая под Тулой. Там юг на горку забрался, даже упитый кумысом грянул, и из любая засада видна просто невооруженным глазом. Здесь он уводит ее садами, лесами, огромной петлей. Заранее, за сутки туда. И когда разведчики, а разведка начинает большую, глубокую, эшелонированную разведку, приблизительно за сутки до битвы, потому что она не знает, где вообще место битвы будет. Понявши, что войска встали на отдых, она начинает, что, зондировать отдыхающие войска. По количеству костров, по количеству охраны, по количеству дозоров. Ну, устав, инструкция для разведки любой армии именно это и говорит. Начинает зондировать на отдыхе войска, а не на марше. На марше тебя могут объегорить, на отдыхе нет. Потому что любой жмется к костру. Можно их увеличить, но уменьшить их нельзя. Костры. Потому что помернут войска. Вот. Так вот, за сутки он увел войска, а на бору поставил пехоту. Понятно, Мамаевский. Разведка смотрит на бору, стоит пехота ополченческая, малым количеством. Совершенно ясно. Вот тут выходит Боброк, там, ну, это известно, припадает к земле, там плачут леди, там рыдают гуси. Все понятно. Татарские жены плачут, русские рыдают. Все ясно. К войне готовы. Вперед. Завтра будет битва. Вот здесь, на бору, они встали и дальше. А Мамай, соответственно, двигается с той стороны. И мы сейчас едем на то место, куда выйдет Мамай. Потому что движение войск Дмитрия Донского мы с вами посмотрели. А теперь посмотрим, как двигался Мамай. Потому что вот слева от нас, там, где гостиница Россия, в общем-то, в принципе, это и есть Куликово поле. Это и есть Куликово поле. Поэтому вот на бор уже вышли войска Дмитрия Донского, плюс засада ушла туда, на Трубную. А войска Мамая должны, соответственно, двигаться с этой стороны. Вот мы сейчас с вами посмотрим, куда пришел Мамай, чтобы ему двигаться на Куликово поле. Значит, теперь посмотрите дислокацию размещения Дмитрия Донского. Он стоит на бору, сзади чудо в монастырь. Здесь сплошные болота. То, что здесь были болота, это известно. Потому что даже москворецкий спуск, это были болота. Здесь стоял Никола Мокрый, церковь. Никола на болоте, церковь. Это были болота. Это было такое место, очень тяжелое, ну, скажем так, для отступления. За спиной речь Книглинка. Там, где охотный ряд, то есть тоже отступать некуда. То есть они выдвинулись на Куликово поле. С этой стороны, для того, чтобы Мамай вышел на это поле, вот мы видим, вот она, речка Яуза. Ему, если он пришел отсюда, со стороны Таганки, для того, чтобы выйти на поле, надо переправиться через речку Яузу. Речка Яуза, она Яуза, это сейчас она такая великая. Тогда она была Яуза, Яузенькая и болотистая. То есть ему надо было вбрасывать свои войска по частям. Потому что по-другому просто через это болото не переберешься. Им надо было вбрасывать по частям. Притом, это опять же не находка Дмитрия Донского. Буквально за годы это была битва на воже. И в битве на воже русские войска применили ту же самую тактику. Они отошли за вожу, выставили, как говорится, свои золотые обозы богатством, блещущие на холме. И татары, увидевшие эти богатства, сунулись через эту болотистую вожу. И то знаменитое, так называемое, татарское колесо, когда всадники становятся в колесо и начинают обстаивать стрелами, стоящих перед ними. То есть они крутят колесо. Оно еще по-другому называется, тоже удивительное, удивительные вещи. Во всем мире называется славянское колесо. Такая хохма. Мы его называем своим татарским колесом во всех учебниках, а во всем мире называется славянское колесо. Так вот, это славянское колесо, татарское колесо крутится, они обстреливают, они недосягаемы для войск противника. А в то же время они расстраивают его. Когда противник, не выдержав вот это вот просто избиение, срывается, идет на них, они рассыпаются в лаву и уничтожают его лаву. На вузе этот номер не прошел. Они не могли встать в татарское колесо. Болото. Они выскочили и пошли в лаву. Они пошли в лаву. Возы отодвинулись и князь Пронский в упор расстрелял их из пушек. Впервые он расстрелял их из пушек. Татаров. Вот. Ордынцев будем говорить так. Вот та же самая система уже была выстроена Донским здесь. Яуза Болотистое, за них Куликово поле. Так, говорится, милости просим. Тот, кто забыл старые уроки, мы можем его повторить. Рыбать для повторения мать учения называется. Вот. Мамай идет с этой стороны. Он идет по Гате. По Нагате. Понятно, да? Нагатинская пойма. По Гате он идет. Он идет по Нагате. Притом, вот эта вот Нагать, это очень тоже, это... Антон Тимофеевич так это классно привел этот депоним, что он идет по Гате. По Нагатинской пойме и так далее. Маленький нюанс. Нагатинская пойма никогда раньше не называлась Нагатинской. Она называлась Нагайской. По одной простой причине. Там стояли Нагайские лорды, которые охраняли Москву. Поэтому с Гатью, извиняйте, ошибочка вышла. Промашечка. Так, я тебе деньги заплатил, а твои наемники в бой не вступили. И вот туда поездка кончилась плачевно, его зарезали. Нечего, как говорится, пальцу пушить, если за тобой ничего не стоит. Вот. Так вот, пришел и ходил по Нагатинской пойме. Мамай, и опять возвращаемся к тому, что он воеводный с 30-летним стажем. Он прекрасно знает, где стоять, как стоять, и где стоять свой стам. И ставят стам здесь, на Таганском холме. Значит так. Традиционная история, я не буду сейчас спорить с этой цифрой. С русской стороны 250 тысяч погибло. С татарской стороны участвовало в битве. Погибло. Значит, устав, был устав Красной армии, говорит о том, что при штыковой атаке, при рукопашном бое, соотношение раненых к убитым 1 в 10. Один убитый, 10 раненых. А теперь представьте, Куликовская битва, это сплошной рукопашный бой. Сплошной рукопашный бой. Притом рукопашный бой, где дерутся профессионалы рукопашного боя. Притом, при первой же, как говорится, нанесенной тяжелой раненой, он сразу уходит в раненые. Автоматически. Соотношение не к десяти. 250 тысяч убитых с одной стороны, 250 тысяч убитых с другой стороны. Значит, 2,5 раненых с одной стороны, 2,5 раненых с другой стороны. 5 миллионов раненых. Все население Земли. Так что цифру 250 тысяч забыли сразу, да? Но для себя отметили, что в любом случае, даже если бралось 2,5 тысячи с одной и 2,5 тысячи с другой убитых, даже 250 убитых с одной стороны и 250 с другой стороны, значит, должно было быть 2,5 тысячи раненых с одной стороны, 2,5 тысячи раненых с другой стороны. Ладно, всех убитых татар отдали на растерзание псам и птицам. Жуткое количество птиц и зверей должно быть. Значит, потому что жуткое, чтобы все растерзать. Вот. Лошадей растерзали убитых, а их тоже была целая конница. Все это порастерзали. Своих всех вроде бы как похоронили. Ладно, тоже. Вот Спаса Андроников огромное захоронение, Симонов огромное захоронение, казармы Академии рядом с гостиницей Россия огромное захоронение, Манежная площадь огромное захоронение. Все подтверждено официально, документально, что там огромное захоронение 14 века. Вот. А куда погибали в 10 раз больше раненых? Потопили. Ну куда их деть еще? Нет, нельзя этого сделать. Чужих потопили, фиг бы с ними. Своих-то не могли уж потопить. Значит, должны быть больнички. Раненых надо лечить. Должны быть больнички. Открываем жития святых. Как что он не предполагал, что если он будет сбивать здесь? Предполагал. Предполагал. И вдоль всей речки стоят его лазареты. Его лазареты. Это церкви Марфо-Мариинские. Марфо-Мариинская обитель до сих пор у нас является сестрами милосердия. Марфо-Мариинские церкви стоят там. Домской себе подготовил боевой лазарет. Если его собьют, ему уходят через речку. Но мало того, там стоят в ряд церкви покровители лучников. Там стояли лучники. На тот случай, если гвардия Мамаевская туда побежит, спокойненько и аккуратненько, как тетерево, расстреливать их из луков. Что они и делали? Практически туда не дополнили кто. Известно нам из всех летописей. Мамайское войско было побито все. Все. То есть практически никого в живых не оставили. Теперь смотрим дальше. Вот здесь, значит, был Мамайский стан и Мамайский лазарет. Отсюда с этой, вот с этой вот, с этого холма он видел перед собой все, как говорится, заяузье, пуля Куликова. Оно, там сейчас домики стоят, раньше не было, понятно. Он видел его, для него было совершенно видно, что, что стоит.